Граждане, не уплатившие налог на имущество и землю с 1 октября этого года, не смогут получить доступ к банковским услугам, таким как открытие банковских счетов, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, взять кредит и т.д. Такие меры стали возможны в связи с внесенными изменениями и дополнениями в налоговый кодекс, в соответствии с которыми банки 2-го уровня обязаны отказывать в предоставлении отдельных банковских услуг налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность или задолженность по социальным платежам. Это породило очереди в Департаменте госдоходов. Тему продолжит мой коллега. В мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. Похоже, эти слова, сказанные Бенджамином Франклином два столетия назад, не потеряли актуальность и по сей день. Второй день, как горожане в буквальном смысле, с раннего утра штурмуют здание налоговой, чтобы успеть оплатить налоги. Некоторые люди со вчерашнего дня не могут получить ни одну информацию. Слушайте, с 9 часов здесь торчим, да? Ну никого-никого ничего не топьешься. Бумажки приносят одни, так хотя бы вручали, то заткнули в дверь, да? Упал, смотришь, одна сумма, по интернету смотрю, другая сумма. Я прихожу сюда, никто ничего не знает, куда обращаться, что делать. И вот ничего, что на второй этаж, что на первый. И беспредел какой-то. Ну должно же... Студент два дня не может ходить. Он здесь в очереди стоит. Студент два дня уже здесь в очереди ходит. Я второй день сегодня сам пришел разобраться. Мы не можем разобраться. Подтверждение и интернете. Я сегодня 13-й кабинет зашел, 13 кабинетов. И все футболики, никто не знает это. Я не знаю, другой я не знаю. Из-за большого наплыва людей, число которых достигает 300-400 человек, идут сбои программной системы. Вследствие чего и возникают громадные очереди. Как рассказали в отделе разъяснений управления государственных доходов, подобное же тоже наблюдается каждый год. С их слов, они несколько раз уведомляли жителей о необходимости оплаты налога на имущество землю за 2017 год до 1 октября текущего года. При этом транспортный налог можно будет заплатить до 31 декабря. Если не произвести оплату вовремя, то на сумму налога будет наложено пеня. Которая будет начисляться на каждый день просрочки. График работы центра с 9 утра до 8 вечера. Пожалуйста, люди приходят после 6.30, после 7.00. Мы принимаем до 8 вечера, работаем посменно. Также у нас сейчас получается 23 инспектора, принимающие только физлиц, то есть земли и имущества транспорта. Данная ситуация не только в городе Октавана, по всему сейчас, по всей республике. Чтобы не стоять в очереди, в ДГД Мангистауской области напомнили, что на портале egov.kyz появилась услуга по оплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет без необходимости авторизации и подписания ЭЦП. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты. Субтитры создавал DimaTorzok